О том, какие в регионе принимаются меры по борьбе с преступностью в сфере незаконного оборота наркотиков и профилактики распространения наркомании, шла речь на заседании Оршанского районного исполнительного комитета. В его работе приняли участие министр внутренних дел Республики Беларусь Иван Кубраков, заместитель генерального прокурора Республики Беларусь Сергей Хмарук, начальник управления внутренних дел Витебского областного исполнительного комитета Андрей Любимов, заместитель прокурора Витебской области Игорь Белоусов, начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговли людьми Управления внутренних дел Витебского областного исполнительного комитета Линни Шкурко. С основным докладом по обозначенной теме выступил начальник управления внутренних дел Оршанского райисполкома Сергей Боровенков. А также на заседании были заслушаны начальник управления по образованию Андрей Загурский, главный врач учреждения здравоохранения Оршанская центральная поликлиника Сергей Карака. Общаясь с журналистами, заместитель генерального прокурора Республики Беларусь Сергей Хмарук напомнил, что в апреле 2021 года генеральным прокурором было возбуждено уголовное дело по факту киноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. В настоящее время допрошено уже 16 тысяч человек по этому уголовному делу. Из них 9700 примерно это узники мест принудительного содержания, мирного населения. Проведена огромная работа по обнаружению мест захоронения. Проводится поисковая работа в взаимодействии с подразделениями Министерства обороны. К слову сказать, на этот год в 36 местах запланировано проведение раскопок. Если так вспомнить, то на территории нашей страны около 11 тысяч установлено уничтоженных полностью либо частично сельских населенных пунктов. Причем по значительному количеству из них не было информации до расследования. Эта информация нами была получена именно в ходе расследования уголовного дела о геноциде. Но тут почему получилось? Потому что эти сведения об этих населенных пунктах, они были в памяти народа. Поэтому люди рассказывали о произошедших этих трагических событиях. Что касается Аршанского района, порядка 220 человек допрошено. Половина из них это узники мест принудительного содержания. Значительная работа проведена по установлению мест захоронения людей погибших. В настоящее время установлено 8 мест принудительного содержания людей. 3 места массового уничтожения людей на территории Аршанского района. То есть работа проводится, и значительно проводится работа. Трагическое место на Аршанщине, это юго-восточная часть города, где располагался лагерь, якобы предназначенный для направления людей на принудительную работу в Германию. Но, как можно понять, люди находились под открытым небом, без еды, питья. И свирепствовал ТИФ. Можно себе только представить, какие были последствия. Вообще, фашисты устроили две массовых карательных операции в течение войны на территории Аршанского района. Здесь располагался штаб тайной полиции. И именно они организовывали все репрессии в отношении мирного населения, которое проживало в Орше. Установлены места, где убитые люди массово закапывались, захоранивались. Это на территории Аршанского льнокомбината, в районе мясокомбината. Работа будет проводиться и в текущем году. К слову сказать, 22 марта – это день скорбный в нашей памяти. Это 80-е годовщина будет уничтожения Хатыни. Я полагаю, что этот день – это повод для того, чтобы помянуть не только жертв Хатыни, но и всех безвинно замученных людей, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Сергей Бойко, Алексей Цибульский, телекомпания «Скиф». Сергей Бойко, Алексей Цибульский, телекомпания «Скиф».